Участники фестиваля уверены, что справиться с рабочей рутиной помогает творчество. Для такой молодёжи каждый год и проходит конкурс, где каждый может проявить свои скрытые таланты. Они более современные, что становится. То есть всё новшество внедряет в своё творчество, техники, выполнение, и не только в креативной индустрии, но и в вокале, и в танцах. Это всё воплощает в своих номерах. Среди участников фестиваля – нефтяники, педагоги дополнительного образования, сотрудники библиотеки. Но по количеству лидируют воспитатели детских садов. Только из Золушкина сцену разом вышли 12 девушек. Также с творческими номерами выступили сотрудники детских садов «Золотая рыбка», «Радость» и «Белоснежка». Наша организация «Детский садик» участвует каждый год в этом конкурсе. И мы решили тоже не упускать этот момент и ещё раз поучаствовать. Мы участвуем в разных номинациях – и вокальных, и в хореографии. В этот раз решили и в театральной поучаствовать. И как справились? Я считаю, что мы молодцы, мы справились на ура, а на награждение посмотрим. Помимо хореографии отдельной номинации представлено декоративно-прикладное искусство. Несколько выступлений в номинациях художественное слово и театральные формы. Традиционно больше всего номеров по вокальному искусству. Некоторые выступают сразу в нескольких направлениях – эстрадный вокал и бардовская песня. Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что это один из способов развивать культуру в нашем городе. Это отличное мероприятие, новый способ пообщаться с участниками, потому что раньше конкурс проходил онлайн. Сейчас он проходит очно, и это очень круто. Жюри определили победителей в каждой из десяти номинаций фестиваля. Гран-при завоевал коллектив творческой группы городской библиотеки. Ну а зрители насладились мастерством нефтеюганской молодежи. Алина Морозова, Евгений Трофилов, телерадиокомпания Юганск.